Дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем нашу пресс-конференцию и по традиции я представляю ее участников. Итак, главный тренер команды СКА Юха Ялнин и главный тренер команды Атлант Московской области Алексей Кудашов. Пожалуйста, по традиции, слово гостям. Это было тяжело, тяжело, как все игры в этой лиге. Очень тяжело. Конечно, мы счастливы, что мы успели победить этот матч, это довольно простой, очень простой матч. У нас есть какие-то хорошие шансы, чтобы выиграть. Мы довольны, что сегодня победили. Сегодня были реальные команды, и обе команды имели еще не моменты, чтобы забить. Я думаю, что Атлант сыграл очень хорошо, особенно в втором периоде, и у нас было очень много проблем в этом периоде. Но опять же, я думаю, что в третьем периоде мы немного контролировали и играли на своем уровне, и это почему мы хотели победить. Но в третьем периоде мы успели контролировать игру, играли на своем уровне, и поэтому, наверное, мы смогли победить. Спасибо. Пожалуйста. То, что скашается нашей командой, то по самоотдаче, по организации игры проблем не было. Осталось у нас, а главная проблема – это реализация моментов. Создали массу моментов, но не смогли использовать. Поэтому, поэтому… Спасибо. Пожалуйста, уважаемые женасти. Ваши вопросы. Представьте. Александр Рублев, я новости. Алексей Николаевич, вопрос по Артюхину. Сегодня для него по мачку принципиально видно было. Можно сказать, что он перегорел все-таки первый шаг, он потерял и удаление голоса. Ну, гол, который забили, мы забили, он тоже участен к нему, поэтому видно было, что он старался. Да, волнений было, но он старался, старался, играл, старался максимум своих возможностей. И второй вопрос по вратарю Каримов. Что, есть травма? Ну, да, у него травма, какой сложности, какой серьезности, я пока не могу сказать. Спасибо, пожалуйста. Мистер Яловин, если можно, прокомментируйте. Я в очередной раз играл в большинстве СКА, потому что в первом периоде то, что у вас большинство… У нас сегодня было два большинства, и я согласен, что мы не очень сыграли, сегодня у меня, но… Есть еще вопросы? Пожалуйста. Тоже мой вопрос, к примеру гостей. Представите, пожалуйста. А, Михаил Светартас. После перерыва команда больших проблем в атаке исключает, забросила всего две шайбы. С чем это он связывается? Такие новые игрополки высокого уровня не так заметны. Пока как будет до перерыва. В будущем. Мы будем забирать больше. В будущем. Пожалуйста. Микрофон, передайте. Алексей Николаевич, еще один вопрос тоже по большинству. В прошлом матче говорили, что это одна из основных проблем реализации большинства. Мне кажется вам, что, может быть, надо какую-то селекцию проводить, если не получается сейчас после такой работы улучшать игру большинства? Ну, конечно, нам хотелось бы, например, иметь игроков, которые гарантированно выходят большинство, будут забивать. А Гандигалы, ну, у нас есть хорошие игроки, и мы стараемся с ними сделать канал. Если нет больше вопросов, есть ульфперс? Спасибо, на этом наша пресс-конференция завершена. Всего вам. Спасибо.